Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Друзья мои, братья и сестры, доброе утро всем! Благоставляю всех вас во имя Господне! Вот Роман пишет, Слава Иисусу Христу! Шалом, пастор Сергий! Благословень Божьих всем святым! Аминь! Аминь! Слава Богу! Сегодня в этой трансляции с утренней молитвы в нашей Киевской архипископии всех вас приветствую! И то, что опубликовал я как раз на Фейсбуке утром, как раз перед трансляцией, сейчас я и в этой трансляции опубликовал заголовок и места из Писания. Вот 2 Коринфянам, сегодня размышляю над этим текстом тоже, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. И посланник евреям, 10 глава, 14 стих, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Спасибо Тебе, Господь! Благословен Ты, Царь наш! Благословен Бог наш! Благословен Отец, сущий на небесах! Да святится имя Твое! Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя! И на земле, как на небе! Хлеб наш насущный, Господь, Ты даешь нам на каждый день, действительно, и благодарю Тебя за то, благодарю Тебя, что и мы можем прощать и прощаем, потому что Ты нас простил, Господь, и мы приняли прощение, Боже всемогущий! Благодарю Тебя за волю Твою, совершающуюся в моей судьбе, Боже, здесь, Господь, на этой земле, как она совершается на небесах. Боже, благодарю Тебя, Господь, Боже, Ты защищаешь от всякого зла, сохраняешь от всякого зла, Боже всемогущий! Ты, Господь, любящим Тебя, все превращаешь во благо, Господь, все переворачиваешь во благо, Боже, как мы читаем это в Пурим, Господь, произошло тогда, много столетий тому назад, Боже, и в преддверии этого библейского праздника, Боже, я в восхищении просто благодарю Тебя за Пурим, Благодарю тебя, Господь, Боже, за чудо Пурима, Боже, за книгу Исфири, за то, что Библия открывает нам эту тайну бытия, что даже если напрямую тебя и не видно, и не слышно, даже если напрямую ты и не назван по имени, но ты действуешь, ты совершаешь все. Ты как режиссер этого всего происходящего, этого спектакля, этого фильма, этого действия, священно действия, тайна действия бытия, священно действия этой жизни. Слава тебе, Господь! Благодарю тебя, Боже всемогущий! Благодарю тебя за великого первосвященника, ходатая Нового Завета, Иисуса Христа, праведника, закланного Агнца, Сына Твоего, кровью Которого, Боже, искуплены мы от суетной жизни, преданы нам от отцов. Слава тебе, Господь! Аминь, аминь, аминь! Аллилуйя! Благословен Бог наш, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, Утешитель, Дух истины, Ты, что везде пребываешь, И все собою наполняешь. Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе! Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, всегда, во веки веков! Аминь! Благодарю Тебя за это доброе утро, Боже! Обновилась милость Твоя и обновляется милость Твоя, Господь, ко всем нам сегодня, Боже! Ты посылаешь дождь Свой и на праведных, и на неправедных, и солнце сегодня, оно всходит над всеми, и добрыми, и злыми, Господь, и светит всем! Боже, и благодать, и милость Твоя обновляется каждое утро, Боже! И Ты благоставляешь, Боже, благоставляешь свое творение, благоставляешь нас, детей Своих! Слава Тебе, Господь! Боже Всемогущий, благословен Ты, благословен Господь! Благодарю Тебя, что однажды и навсегда Ты приобрел нам искупление вечное, в крови Сына Своего, Иисуса Христа! Благодарю Тебя за этот дар Твой, Боже! Ибо незнавшего греха Ты сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем, в Иисусе Христе, сделали справедными пред Тобою, Боже! Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, Ава, Отче, Папочка, Отец! Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя, Иегова, Болковраама, Исаака, Якова, Творец неба и земли! Благодарю Тебя, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Боже Всебогущий! Благослови, Господь сегодня народ с миром, благослови шаломом Своим! Сегодняшнее наше хлебопреломление благослови, причастие Евхаристию! Боже, благослови, Господь, по богатой Своей милости! Благодарности, Боже, за все, за все хвалю Тебя! За все, за все! Аминь! Аминь! Роман, да, пишет, да, воистину благ Господь, який примирив нас, речных, с Творцем навеки! Аминь! 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 Спасибо, Господи! Спасибо Тебе, Господи! Спасибо за милость и отцовскую любовь! О, Иегова! Бог Авраама, Исаака, Израиля! Бог патриархов и пророков! Бог богов! Спасибо! 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 Спасибо Тебе, Господи, Боже мой! Спасибо! За верность! За Твою отцовскую любовь! За то, что Ты, единственного Сына, пролил святую праведную кровь! За то, что Ты, единственного Сына, пролил святую праведную кровь! Видел глаз людской и слышали уши, как страдала невинная плоть, чтобы знали все грешные души, то, как сильно нас любит Господь! Чтобы знали все люди на свете, то, как сильно всех нас любит Господь! Иисус был гоним для нашего прощения! Он был беден, дабы в нем я стал богат! Машиах принял смерть для искупления! За грешников был праведник распят! За всех нас был праведник распят! Чтобы знали все грешные души, чтобы знали все люди на свете, как нас сильно-пресильно любит Бог! Как нас сильно любит Господь! Спасибо Тебе, Господь, спасибо! Благодарю Тебя за великую милость Твою! Благодарю Тебя за любовь Твою человеческому и ангельскому уму непонятную! Боже, невместимую нас! Боже, спасибо Тебе, Господь, спасибо! Аллилуйя! Аминь! Братья, сестры Кифа! Наш епископ со Львова, он у нас здесь в Киеве был не так давно! Сейчас он у себя во Львове! Я был у него эти дни как раз вот недавно! И знаете, когда он был у нас здесь в Киеве, то он пример хороший приводил, который еще с семинарской скамьи я знал и удивлялся этому примеру, но как-то так вот забылся он мне! А вот Кифа напомнил! Очень интересный пример! Один из отцов церкви, я так вольно расскажу его, этот пример! Один из древних отцов, как раз там 4 века, по-моему, да, 4 века, размышляя как раз о тайне бытия, о тайне Творца, в частности, вот тайне Творца, ведь тогда шли богостовские споры, как раз Бог, он единица, двоица, или троица, или больше ипостасии вообще! И все это вот сущее, это есть его ипостасия, проявление его божества и личности, вот он действительно многоликий! Вот были разные мнения у христиан тогда, но в основном шел спор между единицей, двоицей и троицей, в основном спор был! Вот, значит, и этот один из отцов шел, размышлял о божестве, вот, и он понимал, как троицу, именно три ипостаси, как же это объяснить? Он ломал себе голову, мозг его закипал, он понимал, что это не может объяснить он! И вот, и вдруг увидел, значит, девочка, маленькая девочка, а, дело было на берегу моря, она рядом с морем выкопала ямку и чем-то там, ну, каким-то, может, ведерочком, не знаю, ковшечком каким-то, черпала водичку с моря, океана, как говорится, и приносила туда, в эту ямку и выливала, и бегала так, много раз, ну, видимо, как бы, это пляж, видимо, как бы, значит, берег такой, да, и он шел и видел девочку, то есть, далека она суетится, бегает, 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 наливает туда, в ямочку, ну, как бы, ладно, вот, а ямочка-то в песке, все, уходит, как бы, значит, и... И он спросил, девочка, что ты делаешь здесь вообще, чем ты занимаешься? Она говорит, ну, как, что, не видишь, отец, вот, я вот, вот, таскаю воду, значит, с моря, океана, сюда, в эту ямочку, и хочу это море сюда все перелить, перелить, в эту ямку. Короче, ухмыльнулся этот старец и говорит, ну, девочка, ну, не глупо ли то, чем ты занимаешься вообще, как можно море... Представь, вот, какой она большой, ты же видишь, вот, в эту маленькую ямку поместить вообще, тем более, это песок вообще. Вот, и вдруг девочка обращается к нему, и так, вполне взрослый, говорит ему, а не более ли глупо, как бы, ну, вроде того, что выглядишь ты, пытающийся божество, неизмеримо больше, чем это море, океан, поместить в свое сердце и в разум, не сравненно меньше, чем, и менее надежно, чем эта ямка в песке. И девочка исчезла на глазах этого изумленного старца. И тот, значит, понял, что, ой, глупым занятием занимался он, на самом деле. Вот, и сегодня, спустя два тысячелетия, в христианстве по-прежнему теологические всякие споры, разговоры, Бог, он единица, двоица или троица. Я бываю в церквях и таких, и таких, и таких, разных конфессий, разных динаминаций. Я говорю о моем возлюбленном Господе Иисусе Христе, и говорю об океане Божьей любви, который невместимый, который можно понять лишь одно, но оно, правда, атрофировано в человеке падшем, но когда возрождается человек, это все воскресается в нем, это любовь. Только лишь этим можно понять. Бога всемогущего, всесильного. Тот богослов, как отцы древности говорили, тот богослов, кто молится, тот богослов, кто любит, и только лишь тот, кто любит, он есть богослов. Тот, кто молится, он есть богослов, и только лишь тот богослов, кто молится, то есть имеет общение. с Богом имеешь общение с Ним, любишь Его ты богослов, не имеешь общение с Ним не любишь Его, ты не богослов ты можешь знать все науки все тайны бытия, все знания но не имею любви ничто, просто ничто можно рассуждать о том, как это все превращается у меня вот хлеб еще с субботы, с шабата остатки хала я использую сейчас тоже для причастия можно рассуждать, там долго как это превращается ли оно в реальное тело Христа или это символ и это в реальный кровь превращается ли это просто символ у меня сейчас таинство совершается да какая разница уму человеческому непонятное таинство и спорить об этом просто бессмысленно вообще и глупо есть одно лишь, чем мы можем понять это любить, любить Бога и любить окружающих слава Богу океан Божьей любви нет начала в нем и нет конца океан Божьей любви безусловной любви отца океан Божьей любви нет начала в нем и нет конца океан Божьей любви безусловной любви безусловной любви отца океан Божьей любви 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 и океан Божьей любви что эта тайна как и все в жизни верующего это таинство когда возлагаю руки на больных они вдруг здоровыми становятся я не знаю как это происходит я не знаю я пытаюсь понять я понимаю по-своему богословие меня мне открывает это как это но на самом деле это тайна я прохожу и тень касается больного человека он исцеляется я не знаю как это происходит почему как я знаю это тайна потому что ты живешь во мне а я в тебе потому что я христианин и кому мне еще обращаться и и христос во мне и христос это мое христианство и христианство мое это христос спасибо тебе господь спасибо тебе царь вселенной боже великое благочестие тайна спасибо тебе благословен бог наш отдавший жизнь свою за нас единородного сына своего отдав тело христа аминь кровь христа аминь благодарю господь это аминь аминь и аминь если действительно это так я не знаю как это происходит не знаю что но я знаю что после завершения того ужина пасхального той вечере да ты сидел с учениками иисус и ты ел с ними мясо травы горькие пресный хлеб вы поднимали бокалы поднимали тосты радовались воспоминая великий исход но после вечера когда уже все было съедено выпито ты удивил учеников и до сих пор удивляешь всех нас верующих боже ты ошеломил ты взял чашу ту чашу которую до тебя никто не смелил не осмелился поднимать чашу мессианского царства чашу грядущего чашу машиаха которые сегодня в поступническом иудаизме называют чаши или и боже но господь ты всех нас любишь и отступников и найденных и привитых и природных отпадших ветвей ветвей ты всеми дорожишь нами и всех любишь нас и всех приводишь в единство веры господь спасибо тебе благослови господь и ты после вечера дал чашу ученикам и сказал это есть новый завет в моей крови которая фактически была в тебе еще она не была еще пролита она была пролита через некоторые часы после того но ты сказал это моя кровь пейте все пейте ты взял хлеб оставшийся после той трапезы его было немного это был кусочек последних хлеба на столе все было съедено уже это был тот самый афикаман отломленный в начале этого пира пасхального и ты сказал это есть мое тело ешьте и все это совершается мои вооставление грехов жизнь вечную спасибо тебе господь спасибо тебе господь за это таинство спасибо тебе господь за эту тайну ты агнец божий закланный от века вечности и потому и сегодня в наш век в наш час сегодня омываются миллионы душ миллионы грешников кровью твоей святой принимают прощение милость я благодарю тебя что я принял однажды тоже это прощение и все эти годы моей веры моего христианства я пытаюсь все глубже глубже понять осознать это что я прощен исцелен благоставлен всеми благословениями твоими через кровь святую твою благодарю тебя мой бог и царь благодарю тебя слава тебе тело христова примите братья сестры источника бессмертия кушайте тело и кровь иисуса аминь спасибо 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 таки да жизнь вечная исцеление спасение это твой дар спасибо за жизнь мира ты отдал свою жизнь и ты во мне а я в тебе ничто не отлучит нас ничто во всей вселенной нет такой силы которая могла бы отлучить меня от тебя тебя от меня я тебе принадлежу а ты принадлежишь мне спасибо мы навеки вместе навсегда 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 и даже смерть не разлучит нас ничто никогда никакая тварь ни ангелы ни люди никто спасибо спасибо тебе господи спасибо за милость за верность за любовь за то что ты единственного сына пролил святую праведную кровь за то что ты единственного сына пролил святую праведную кровь чтобы знали все люди на свете то как сильно нас любит господь чтобы знали все божьи дети как же сильно любит нас господь бог отец наш спасибо спасибо боже всемогущий спасибо господу за все благословен ты царь вселенной благословен господь благодарю тебя за причащение при чистых твоих святых твоих тайн таинство целой крови твоих боже человеческому и ангельскому умам непостижимую тайну но которую принимаем верою принимаем с любовью целой кровь это мы это ты в нас живущий в наших жилах твоя кровь мы с тобой одной кровь это ты и я я и ты спасибо тебе спасибо тебе господь тело христа это ты и я тело христа церковь бога живого спасибо тебе господь спасибо благослови народ я благослови благослови священников во имя твое господь благослови а ты а ты знаешь как благословить господь твое благословение оно обогащает печали собой не приносит твоя благодать да да благословит тебя господь и сохранит тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа аминь пусть бог еврама исак израиля бог патриархов и пророков отец наш сущий на небесах иегова благословит всех вас возлюбленные братики и сестрички дочечки и сыночки небесного нашего папочки а вы спасибо богу за все за это таинство за сегодняшнее утро да благословляю всех вас из Киева с берегов Днепра вечером в 6 часов вечера подключайтесь вот на трансляцию с беседы уже пятой части беседы посвященной Пуриму вот благодарю всех вас за внимание и за участие тоже в моем служении Господу с территории Украины с территории России можно принимать участие финансово также в моем служении не забывайте под каждым видео есть информация там можете пополнять номер мобильного телефона два номера там указано украинских и два номера российских вот какие-то вопросы отдельные можете писать на вайбер или ватсап они у меня по одному из этих российских номеров там вся информация она внизу под каждым видео есть в объяснении комментарии пусть Бог благословит вас всех дорогие друзья до встречи и на земле и на небесах в вечности шалом мир всем вам аллилуйя аллилуйя аллилуйя